Всем привет! У нас сегодня с ребятами плановый осмотр у врача, а также нужно будет поставить прививки. Так, кто боится, признавайтесь. Бась, давай с тебя начнём. Боишься? Я вообще ничего не боюсь. Я смелый. Ну да. Напомнить предыдущий наш поход в больницу? Не, давай мы же договорились, забыли об этом. Хорошо. Так, забыли всё. Точно. Точно. Извини, Бась, забыли. Так, а у Тимофея какие впечатления? Поделись. Боишься? Если только немножечко. Немножечко-немножечко боюсь. Ну, не переживай, это не больно. Кстати, у Тимофея это будет первая, самая первая прививка в жизни. Миша, ты давай, как самый опытный по прививкам. Скажи, боишься? Если честно, то не боюсь. А если не честно? То тоже не боюсь. Лили, а ты боишься? Да, конечно, боится. Она дрожит. Ух ты ж, дрожит. Ну да, ты чего? Лили у нас просто панически боится больниц. Просто вот видит больницу, уже всё. Ор на весь двор. В общем, сейчас мы уже будем выходить. Выходим мы за целый час до приёма у врача, потому что там на улице такие сугробы, что ужас. Но ещё сейчас они начнут беситься, толкаться, а там и до слёз недалеко. Да, Басик и Миша? А почему сразу мы? Тимофей тоже вообще-то? Ну, Тимофей, да, тоже у нас тут стал толкаться. Мы вообще-то любим с Тимофеем бороться. И Миша там подбегает, и, конечно, ему достаётся. Ох, Лили самая у нас порядочная, оказывается. Потому что я с ними вместе толкаюсь там. Мы с Лили идём спокойно. А вот, собственно, о чём как раз-таки я и говорила. Сейчас придут, все мокрые будут, потом опять заболеют. И так по кругу. Смотрите, какое красивое небо. Так, давайте, пойдём. Все в снегу. Тимофей вообще вон носки все мокрые. Сейчас слабо отморозишь. Пойдём. Всё, давайте встаём. Ну, мама, давай играем. Я сейчас поиграю. Всё, потом. Пойдёмте. Так, хоп-хоп-хоп. Ещё один. Ну, всё, весь мокрый, Басик. Ну, вот. Ай, ужас какой-то. Вот сейчас мы... Да и Бог нам час дойти, конечно. Ещё не факт, что мы дойдём, успеем. Ты самый первый решился, герой. Наверное, самый смелый из всех, да? Я вообще-то старший бухат. Тяжело тебе, наверное. Так, ну-ка, пожалуйста, посмотри сначала на меня. Носик. Как дышит у тебя носик? Ну, я не жалуюсь. Угу. Живот болит, наверное, да? У тебя прям такой напряжённый. Так, а где болит? Так, вот здесь болит? Да. А вот здесь? Нет. А вот здесь? Нет. Угу. Вот здесь, да? Да, болит. Понятно. Так, только не бойся. Тимофей, привет! Ты чего так боишься? Я же не кусаюсь. Давай, открой нотик. Зубки, конечно, нужно чаще чистить. Ты чистишь свои зубки? Я чистишь зубки. Отлично. Ой. А чего ты так дёргаешься, когда я тебе на лавку? Тебе больно? Больно. Да, мне больно. Так это не болит? Михаил, подскажите, а вы всегда такой серьёзный? Нет, я иногда смеюсь. У меня вообще всё в порядке. Я здоров. Писонница не мучает. Аппетит хороший. Стул тоже ничего. Не жалуюсь. Остеохондроза и скриллёза пока тоже не наблюдается. Недавно сдавал анализы. Все показатели у меня в новом месте. Ну, ничего себе, какие у тебя познания. Какой ты молодец. А как у тебя со зрением? А с осознением у меня тоже всё неплохо. Кстати, недавно читал про палочки и колбочки. Ого. И что же ты там вычитал? Я вычитал, что палочки отвечают за ночное зрение, а колбочки за дневное. Какой же ты умный, Миша. Ты прям молодец. Ротик открой. Ага. Здесь у нас зрачок увеличен. Понятно. Так, Миша, не боишься? Прививку сделаем с тобой. Так, а у нас госпожа Лили, самая маленькая, самая боязливая. Так не боимся. Сейчас мы тебя осмотрим, глазки носим. Наконец-то мы пришли уже домой. Целый час мы шли в больницу, и из больницы шли 2 часа, потому что ребята решили лепить снеговика и немножечко поиграть на улице. Сегодня с самого утра гуляют на улице, и всё им мало, да? Конечно. Там ещё снег на улице не лепится, но мы снеговика всё-таки слепили, смогли слепить. Вот да. Я не знаю, как они смогли слепить снеговика, но они действительно слепили, а на улице снег не лепится. Врач нам выдал заключение. Я прочитала эти заключения по каждому малышу ещё в больнице и пришла в ужас, потому что, оказывается, у нас здорово только Лили, представляете? Сейчас я вам покажу эти заключения. Я просто в ужасе. В общем, мы ежегодно посещаем больницу Кота Жизнь, то есть у нас плановый осмотр всегда. И вот наш любимый лечащий врач — это Александра Сергеевна. И сегодня Александра Сергеевна нас очень удивила. У Басика спазмы в животе. Я очень так насторожилась, потому что у Басика была плановая операция, ну, она уже прошла, на живот как раз-таки. Мы вам не говорили, но сейчас вот я вам это говорю. Сейчас всё у него хорошо, прекрасно, радуются жизни. Однако вот у нас опять спазмы в животе, и тогда вот тоже всё начиналось со спазмом в животе. И я говорю Басику, почему ты мне не говоришь, что у тебя болит живот? А он говорит, у меня не болит живот. Вот я не понимаю, что делать. Хотя вот когда ему нажимает врач, он говорит, что болит. Я нажимаю, говорит, что не болит. И вот нам Александра Сергеевна назначила спазмобаз три раза в день после еды и катодекс один раз перед сном. А потом нужно опять идти в больницу и проверять, вот эти вот спазмы снялись или нет. Если нет, то придётся опять вот что-то там делать. Не знаю даже. Ну и следующее у нас Тимофей. У него растяжение левой лапы. Мне кажется, он потянул лапу, ну, получил как раз-таки это растяжение по дороге сегодня в больницу. Вот такой вот у нас интересный случай. Он там упал и пожаловался как раз-таки на то, что у него болит левая лапка. И мне кажется, это произошло растяжение именно тогда. И ему рекомендуется делать повязку, прикладывать лёд, меньше ходить. И рекомендации на неделю. И потом, если не пройдёт, то опять же нужно идти в больницу. Вот у нас второй больной, вторая карточка. Миша меня вообще поразил, конечно. У Миши частичная утрата зрения, и левый зрачок расширен. Я даже не знаю, что на это сказать, потому что, ну, я вообще никак не ожидала. Поэтому мы будем теперь, вот, катинбер принимать один раз в день после еды, капли в глаза капать, катефиксаясь два раза в день, утром и вечером. И также теперь будем Миши ограничивать просмотр телевизора. Максимум 15 минут, потому что они действительно очень много смотрят телевизор. И мне кажется, я всем ограничу разом. Потому что нечестно будет, если я только Миша ограничу 15 минут, и всё. Ну, Басику, понятное дело, по учёбе нужно. Поэтому ему придётся больше позволять. Ну, всё. Так, вообще ужас. Все болячки. Ну, ну, а Лили полностью здорова. Представляете, вот, три больных моих. Вообще я никак не ожидала вот это вот увидеть. Ещё нужно будет анализы потом сдавать. Это ужас какой-то. Ну, и завершаем мы это видео с Басиком. Давай, Баси, последнюю, финальную речь. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Да, не забывайте, пожалуйста, а то многие посмотрят и забывают. А нас же нужно поддерживать. Чем больше лайков, тем больше видео. И ещё подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там мы можем с вами общаться. Всё. Всех вас очень люблю-люблю. Всем пока-пока. Да. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok